Приветствую! Сегодня 06, 04, 20, 24. Вызывая Амсовскина. Итак, ситуация сегодня все более такая динамичная в этой войне, которую ведет, защищая себя Русь и Украина от геноцидной навалы Московии, Российской Федерации во главе с Путиным. Ну, хорошо. Возникает вопрос, а как дальше двигаться? В общем-то, уже понятны два сценария. Первый сценарий – это продолжение сопротивления и войны против России. И, конечно, это уже пока оборонная чисто война. Она не может никакого ни контрнаступления, ни тем более наступления быть не может, потому что нечем. Ни физических, ни от ресурсов, ни материальных, ни финансовых, ни вооруженных. Правильно? Поэтому, дай Бог, создать соответствующую систему обороны, чтобы не было прорыва, чтобы не забрали Часов-Яр там, ну и некоторые там еще несколько пунктов, где тяжелейшие, как Сирский показал, три таких самых тяжелейших направления есть, где ведутся самые такие сложные бои. Ну, Часов-Яр – это самая как бы серьезная сегодня точка. Ну, и тогда возникает вопрос. Все время, вот, как бы, с чего кто ни начинал говорить, и Запад, и внутри страны, и руководство, и все остальные, только одно, что нет людей на фронте, нет людей на фронте. Ну, я описывал, как их-то надо вопрос решить. Я считаю, Сирский мог бы это решить. То есть, это огромный резерв есть, это пограничники на западной границе, это на границе с Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, им там нечего делать, их всех надо перекинуть на фронт. Это национальная гвардия, которую тоже надо забрать и перебросить на фронт. Это часть военных пенсионеров, которых надо вызвать, и закон сейчас позволяет это делать. Те, которые более молодого возраста, где-то от 45 лет до 50, там, пусть даже 55, они могут выполнять функции внутри страны. Конечно, их не надо бросать туда, на фронт, но они могут выполнить очень много других функций. Это они могут заменить те же ТЦК по полной программе. И будет гораздо больше и правильного всего спокойного процесса, чем то, что сейчас происходит. А этих всех, которые людей хватают, их надо на фронт бросать, они пусть там воюют. Поцелуйчиков всяких и прочих, близко их нельзя держать в тылу. Это, конечно же, полиция. 50 тысяч спокойно можно забрать и перебросить на фронт сейчас, готовых воевать. Ну вот и тоже сколько получается, да? Плюс какие-то подразделения СБУ и силы спецназначения и так далее, еще какие-то подразделения, спецоперации. То есть, таким образом можно было бы, ну спокойно, на 100 тысяч в целом усилить группировку и поменять те части, которые, ну, являя, долго ведут, находятся в боях и требуют реновации, отдыха и восстановления. Это можно сделать? Да. Есть еще один очень мощный вариант. Ну вот смотрите, что заявил буквально он в конце февраля 24-го года. Такой есть министр обороны Беларуси, Хренин. Классная у него фамилия, говорит, фамилия Хренин. Ну, лучше бы еще был Сельдерей, да? Так вот, этот Хренин заявил, какого числа, 22-го, да? Что Украина скопила на границе с Белоруссией 112 тысяч военных. На границе с Белоруссией есть ударная группировка. Сообщил белорусский министр обороны Хренин в эфире телеканала «Россия-24». Это было 22-го февраля. Ну, она же не рассосалась, правильно? Она говорит, на сегодняшний день порядка 112-114 тысяч. То есть противник, говорит, Хренин. Это группировка. При этом непосредственно для охраны границы используются где-то 17 тысяч человек, так? Ну, и он там рассказывает, что вот они тоже стоят там и прочее. Теперь смотрите, что интересно. То есть, смотрите, группировка, она, наверное, еще и больше, и с пограничниками. То есть, я так полагаю, где-то 140 тысяч стоит там в первых рядах, в вторых, в третьих и так далее. Создано там соответствующие какие-никакие фортификационные сооружения и прочее. Ну, вот объясните мне, почему нельзя? Сейчас Макрон сказал, что Франция готова ввести вооруженную группировку на территорию Украины. Скажите, можно, например, договориться с Макроном, а Макрону сейчас это очень классно надо, потому что все. Ну, что я вам объяснял. И еще раз говорю, сами увидите, что сейчас начался колоссальный кризис НАТО. Надо все делать вовремя. Вот есть такая линия, особенно в условиях хаоса. Линия поведения должна быть следующей. Надо делать все вовремя. Вот в НАТО надо было вступать не позднее 2008 года, когда Хьющенко был, помаранчевая революция когда была. Вот я это помню, сколько мы мероприятий провели тогда и всего. Ну, обманул тогда Кучма, конечно, редкий, конечно, парень. Ну, он воспитан так. Он же подругой, что Пинчук, что он, что его жена Люда, что Лена, дочка. Я это помню еще с тех далеких-далеких времен, еще с тысячи... Лена, у него была еще та штучка с 1993 года. Вот, когда она там давала задание своему папе, что ему надо купить, когда мы ездили с делегациями в страны Персидского залива, в Объединенные Эмираты и прочее, как там покупали для них там всякое. Ну, да ладно, то такое уже. Так вот, что надо делать? Вот тогда надо было вступать в НАТО. А сегодня? Оно вроде и надо, и не надо. Ну, уже почти все население говорит, что надо. А тогда сколько мы создали с Сережей Джерджем и Кокошинским и другими там были. Мальчики и девочки наши. Разные там вообще профессора, доктора. Умнейших просто там, если перечислять, там сотни людей. Мишель Дюре был, Корватский был, НАТО был. И мы создали тогда прекрасную Лигу НАТО. Украина-НАТО. И работали, вот министром был тогда Грызко иностранных дел. Это, я считаю, его Звездный час был. И очень хорошие кадры там были иностранных дел. И в СБУ были нормальные люди. И, ну, короче, работали очень кайфово. И вот тогда они вступили. А сейчас так оно как бы вроде и надо. Опять же заявили четко, что в Вашингтоне вот этот будет, когда там в июне саммит, что Украину не пригласят. Германия-США против. Ну, хорошо. Ну, Франция же вроде за. Италия, видимо, и так далее. Ну, хорошо. Сейчас Зеленский там, другие говорили. Нет, не надо нам иностранные войска. А что же это нам не надо? Они нам очень надо. Макрон готов ввести иностранный легион. Его представителей. Он заявил, что нет особых таких проблем. Тем более, это не относится к солидарной позиции НАТО. Это позиция Франции в Украину. Ну, хорошо, что, нельзя этот легион поставить 50 тысяч на границе с Белоруссией? Да даже 30 тысяч. Плюс добрать теми же военными пенсионерами нашими. Плюс пенсионеры бы подготовили каждое свое подразделение соответствующее. Плюс французами организовать подготовку этих добровольцев, кто хочет, там, по контрактникам этим. Они с удовольствием тогда пойдут. Ну, так если французы зайдут, представляете, тогда будет новая волна патриотизма среди украинской молодежи. Но тогда их будут готовить. Не вводить их будут на мясо туда бросать или вылавливать. А они будут понимать, что они идут как фактически интегральные части с французскими лучшими бойцами. Ну, можно тогда, если я, как я понимаю, 150 тысяч задействовано на этой линии. И она должна быть задействована. Потому что оттуда был этот самый вероломный предательский удар со стороны Лукашенко и Путина в феврале 22-го года, 24-го февраля. То давайте сейчас сделаем, ну, сыграйте хоть раз как-то, поступите. Не по-детски как-то, не традиционно, но новаторски, умно, стратегически. Можно это сделать? А вообще не сделаю. Наверное, к этому корпусу с удовольствием тогда дадут по 3-5 тысяч какие-то другие страны. Это же, наверное, и Польша не откажется поставить тысяч 10. И Литва, Латвия, Эстония могут тысяч 10 вместе выставить. Ну, то есть будут желающие. Почему не будут? У многих есть такие подразделения. Ну, хорошо, Германия не даст. Ну, Штаты, понятно, там это с этим Байденом все вообще понятно. И Блинкинами этими всеми, Соливанами, Остинами, Керри. Но с другой стороны, все другие могут. Италия может дать? Может. Испания может дать? Может. Если Франция поставит, Макрону это в кайф будет? Конечно. Почему? Потому что уже фактически атлантический вот этот элемент, доминанта Соединенных Штатов Америки, она уходит уже с Европы. Все. Канада может тысяч 10 дать? Может. Почему не может? То есть, так надо этим воспользоваться. Поэтому, но если эту группировку поставить, они с удовольствием там станут. Но если ее там поставить, то у Путина начнется припадок? Конечно, начнется. У Пашенко там вообще будет у него, это самое, пойдет через нос поток этой жидкости. Он вообще и через уши. Он вообще чуть, я не знаю, ему третью справку надо будет выдавать точно. Ну, а более того, это покажет, что Европа готова противостоять геноцидно-террористическому каннибалу-агрессору, Путину и его кагибистскому синдикату. Почему так не сделать? В чем проблема? В чем проблема? Почему в Зеленске все формула мира? Да не будет никакой формулы. Никакой формулы мира не будет. Блин, ну выкиньте ее нафиг, уже понятное дело. Ну так сделайте что-то по-нормальному. Раз Макрон готов на это, раз его министры готовы на это, плюс они же возьмут на себя частично или большей частью найдут финансирование этой группировки. Вы представляете, сколько денег высвободится? И тогда не надо никого мобилизовывать. Не нужен этот дурной закон, совершенно глупый, антиконституционный, про ужесточение мобилизации. Но тогда это поднимет статус военных, вооруженных сил. Тогда молодежь там, которая ориентирована и понимает, что они тогда как бы видят свое будущее и что их будут тренировать в той же Франции, в Италии, в Испании. Ну так перед тем, как идти на эту военную работу, в эту группировку. Ну и все. Заодно французский язык выучат. Ну, я думаю, вот так можно было бы сделать. Ну и тогда, конечно, вот Сирскому, я думаю, больше 150 тысяч и не надо. Ему достаточно, чтобы, плюс оружие же придет. Они же не сами придут, так сказать, только в обмундировании. За ними потянется огромный объем оружия, артиллерии, снарядов, другой вооруженной техники. Ну и все. Дроны оставят там на границе, будут все время барражировать над Белоруссией, вот над этой частью. И будет классно. Ну, я так думаю. Ну, давайте посмотрим. Если, конечно, продолжать военное противостояние с Федерацией Путиным. Но есть второй вариант. Можно сценарий. Можно идти тогда на перемирие, на прекращение огня и на то, чтобы Путин высвободить ему возможности развязать руки, чтобы он ударил, наконец, по Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии. Или как вы думаете? Веселем Соскина на моем большом канале. Смотрите. Друзьям рекомендуйте. До новых встреч.